Вещь, которая уже в общем общеизвестна, все про нее прекрасно знают. 15-й год, переломная точка, когда на всем земном шаре объем водов возобновляемой энергетики оказался впервые больше, чем объем водов традиционной энергетики. Как мы понимаем, с вами такая качественная точка, это серьезная история. Это означает, что при сохранении вот этой картинки, даже без наращивания дальнейшего объема вода в ВИИ, а это происходит, даже без наращивания, хочу это подчеркнуть. Поэтому современная электроэнергетика вышла на необратимый тренд, в котором доля возобновляемой энергетики в мире будет расти, 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 а доля традиционной энергетики сокращаться, сокращаться, сокращаться и сокращаться. Страновые системы поддержки. Если не ввязываться в споры, хотя я, повторюсь, готов отвечать на любые вопросы, вывод очень простой и ясный. Дискуссия про возобновляемую энергетику завершена в мире. Поставлена точка. Нет диалога о том, да или нет. Нет диалога о том, нужно или не нужно. Нет диалога о том, правильно или неправильно. В человечестве все ясно. На этом фоне мы с вами в России продвигаемся, на этой фоне мы с вами в России делаем то, что мы делаем. Но вот этот фон мы должны понимать. Я не знаю сегодня серьезного ученого, не то что мы из Тримовского, а просто серьезного ученого, который бы по-настоящему отстаивал точку зрения о том, что она не нужна. Точно так же, как и серьезные предприниматели, в общем, с этой позиции ушли. Мир принял решение о необходимости и необратимости возобновляемой энергетики. В России на этом фоне мы выглядим, как бы это аккуратно сказать, очень скромно, чтобы не использовать других слов и других терминов. Ну вот мы так приблизительно на этом графике свели. Те стратегические цифры, которые ставят перед собой разные страны мира, вы видите тут картинки от 20% до 80%. Это в далеком будущем. Но обратите внимание на Германию. Вот вчера здесь, в этом же зале, говорил министр, бывший министр энергетики Великобритании, называл цифры, если я по памяти ее правильно помню. На сегодняшний день Великобритания 30%, на сегодняшний день Германия на сегодняшний день 35%. Сегодня 30% и 35% у нас в 2024 году, как мы все договорились, будет аж целый процент. Аж целый процент. Больше того, дальше эта наша кривая уходит в развилку, которую мы откровенно вам показали. Что тут скрывать? Это и есть предмет серьезного тяжелого спора, который сейчас идет. Нижняя линия с 1% доводит нас к 35-му года аж до 1,8%. Верхняя линия, за которую мы боремся, доводит нас до 2,4%. Я уже говорил, могу еще раз повторить. Я все равно считаю, что у нас нет задачи догнать и перегнать. Это вот не про это. В России есть фундаментальные предпослуги, которые делают углеводородную энергетику осмысленной на гораздо более длительной исторической перспективе. чем в Европе. Это факт. Но обратный вывод, конечно же, безусловно верный, состоит в том, что мы не можем не создавать. А дальше вопрос о том, каким должен быть ее объем. Это серьезный вопрос. И я попробую в ходе лекции дать наш вариант ответа на этот вопрос. В любом случае, эта развилка очень непростая и серьезная. Но сегодня нас сравнивают с миром. Как-то хочется лучше убрать этот график, чтобы не расстраиваться. И чтобы на него не смотреть. Природный потенциал. До сих пор часто приходится сталкиваться с такой популярной точки зрения, практически обывательской. Что в России солнечное? Какое солнечное? У нас холод собачий. Какое солнце? Нет у нас солнца. Мы не арабы и даже не европейцы. Ошибка. Ошибка. Россия страна холодная, но не темная. Во всех смыслах этого слова. Это разные вещи. Это разные вещи. Да, у нас холодно, но у нас не темно. В России большая часть территории – это континентальный или резкоконтентальный климат. Резкоконтентальный климат – это низкая влажность. Низкая влажность – это низкая облачность. Низкая облачность – это инсоляция. В этом смысле потенциал природный российский по Солнцу очень значительный. Он далеко не исчерпывается только одними южными регионами. Кстати говоря, если уж серьезно говорить чуть более профессионально о влиянии температуры на КПД солнечной генерации, специалисты, присутствующие здесь, не дадут соврать, она обратная. Чем ниже температура, тем выше КПД. Вот этот коэффициент, каждый градус прибавляет полпроцента КПД. В этом смысле забудем о тезисе о том, что в России нет природного потенциала. Это просто неверно. Ну а если провести сравнение уже более детализированное по регионам и по городам, ну вот по этому простому графику видно, что у нас, например, вот посмотрите Берлин. Сравните его и увидите, что выше Берлина у нас не только там Краснодар или нужно южные регионы, а у нас выше Берлина Челябинск, выше Берлина Бурятия, выше Берлина Алтай, выше Берлина Саратов и так далее, и так далее. А Берлин, как и вся Германия, мировой лидер по солнечной энергетике. Поэтому, дай считать, что эту тему тоже проехали. В России потенциал по солнцу колоссальный, просто колоссальный. Ветер. Ну а здесь уже, слава Богу, споров никаких нет. По ветропотенциалу Россия страна номер один на земном шаре. Номер один на земном шаре. Да, действительно, большая часть и наиболее масштабный потенциал сосредоточен, прежде всего, на северах и на Дальнем Востоке. Это, как мы понимаем, изолированная от единой энергосистемы районы. Но, во-первых, он есть не только там. А, во-вторых, в изолированных районах это большая и серьезная тема. Уходить от нее не надо, бессмысленно, незачем. Ну и если я уж так с некоторой условностью упаковал сюда в наш разговор в целом еще и переработку мусора. Так сложилось, что в России это как бы тоже часть возобновляемой энергетики, хотя мир по-другому классифицирует. Но, тем не менее, ну, чего здесь происходит? Ну, вот мы каждый год с вами дружно производим 60 миллионов тонн мусора. Из них совокупная мощность всех имеющихся в стране заводов по переработке 800 тысяч тонн. 60 миллионов 800 тысяч. Это там один с небольшим процентом. Но эту мощность, к сожалению, так случилось, что ни один из этих заводов, имеющихся на сегодня, не включен в систему поддержки. Они, как правило, либо вообще недогружены, либо находятся в предбанкротном состоянии. Проще говоря, Россия сегодня не умеет перерабатывать мусор в электроэнергию. Неправильно было бы сказать, что весь мир перерабатывает весь мусор в электроэнергию. Это, конечно, не так. Это, конечно, не так. В разных странах выбраны разные модели. Ну, вот смотрите, в Америке 7% доли мусора перерабатываем в электроэнергию, а в Швеции аж 50%. Но в любом случае совершенно очевидно, что наши параметры здесь просто совсем не годятся. И совершенно ясно, что задача, или, если хотите, потенциал, опять же, природный для создания индустрии переработки мусора в электроэнергию, в России колоссально, с учетом всей остроты проблемы, с учетом того, как там, не знаю, Подмосковье просто задыхается, ну, все же видят, что происходит, вплоть до каких-то массовых мероприятий болезненных. Но совершенно ясно, что у нас здесь задачи колоссальные, и предпосылки для них вполне работоспособные и вполне серьезные. Третья часть, как было сказано в разговоре, это анализ того, как создавалась российская система поддержки возобновляемой энергетики. Мы с вами все понимаем, что нигде на земном шаре возобновляемой энергетики не возникало без серьезной системы господдержки. Хоть в Штатах, хоть во Франции, хоть в Германии. Ну, и мы в этом смысле не исключение. Создание этой системы проходило в три этапа, про каждый из которых хотя бы два слова надо сказать, и я это хочу сделать. Первый этап, старт всей этой истории, 2007 год, собственно, создание законодательной основы поддержки ВИО. Я сейчас о нем расскажу. Второй этап, достаточно сложный и серьезный, исходя из закона, построить всю нормативную базу, весь состав подзаконных нормативных актов. Ну, и, наконец, третья часть, это вот переход из бумаги в железо. Это запуск конкурсов, это начало строительства. На третьем этапе, как мы знаем, мы сегодня и находимся. Продолжение следует...